Всем привет, вы на канале Дети Звезд. В начале 2022 года оборвалась жизнь талантливого молодого актера Ивана Рудакова. Судьба отмерила ему всего 43 года, а ведь он обожал спорт, на съемках часто решался на самостоятельное выполнение трюков, отказывался от каскадеров. На экране всегда был энергичным, никто даже предположить не мог, что у артиста проблемы со здоровьем. Но летом 2021 года он переболел коронавирусом и ушел из жизни от его последствий. Несмотря на то, что родился он в кинематографической семье, Ваня не мечтал об актерской профессии. Да и родители, режиссеры Елена Николаева и Алексей Рудаков были против того, чтобы сын пошел по их стопам. Он увлекался музыкой и даже создал свою рок-группу, но именно музыка и привела Ивана в кино. Его мама снимала фильм «Попса», а Ваня работал над музыкальным сопровождением. Неожиданно продюсер предложил ему сыграть рок-певца Влада Бойцова. Так, в 2004 году Рудаков дебютировал в кино. Ему стали предлагать новые роли, и Иван решил, для этого нужно получить соответствующее образование. Он окончил факультет режиссуры в Афгике, а потом актерские курсы. Стал довольно востребованным и снялся в 44 картинах. Кроме музыки и киносъемок, в его жизни всегда присутствовал спорт – бокс, сноуборд, тяжелая атлетика. Он обожал погонять на мотоцикле. Помимо этого, в студенчестве образ жизни вел довольно разгульный. Вредные привычки отразились на здоровье. Медики категорически запрещали актеру физические нагрузки. Но к этим рекомендациям Ваня не прислушивался. Он считал, что спорт очень полезен. Когда врач рассказал ему о проблемах с сердцем и запретил даже быстро ходить, Иван добавил в свой график утренние пробежки. А несколько лет назад и вовсе стал победителем в шоу по смешанным единоборствам. Рудаков дважды женился. Подробностями первого брака не делился. Говорил только, что супруга была замечательная женщина. Со второй женой, актрисой Лаурой Киасян, племянницей знаменитого режиссера, он познакомился в 2008 году на съемочной площадке сериала «Цыганочка с выходом». Между молодыми людьми возникла симпатия. Но до романтических отношений дело не дошло. Ваня был на тот момент женат. Через два года они снова встретились на съемках драмы «Вера, Надежда, Любовь». Иван к тому времени был уже свободен и теперь ничего не помешало его бурному роману с Лаурой. Влюбленные поженились. В 2011 году у них родилась дочь Серафима. Но брак сохранить не удалось. Через пару лет супруги расстались. При этом они смогли остаться хорошими друзьями. Иван безумно любил свою дочурку и очень гордился тем, что она на него похожа. Очень жаль, что малышка так рано потеряла своего папу. Если вы помните этого замечательного актера, ставьте лайк и подписывайтесь. Удачи!